Здравствуйте, уважаемые коллеги. Огромное спасибо за возможность принять участие в этом мероприятии. Действительно, имбихин появился много лет назад, но сейчас мы уже живем в совершенно другую эру химиотерапии, далеко не имбихин. И лимфома Ходжкина в этом плане как нельзя наилучший пример того, насколько эффективной может быть современная химиотерапия и какого прогресса мы достигли действительно за последние, даже можно сказать, 20 лет. Ну, прежде всего, несколько вопросов, касающихся вообще в целом эпидемиологии гемобластозов. Надо сказать, что немногие обращают внимание, но даже по отечественным данным на сегодняшнее время у молодых пациентов они занимают первое место среди всех онкологических заболеваний. И как основная причина смертности в различных возрастных группах, вы тоже видите, гемобластозы занимают лидирующие позиции. Так, у мужчин в возрасте до 30 лет они уверенно занимают первое место. И у женщин в возрасте до 40 лет они занимают третье место. На первом месте здесь находятся все-таки гинекологические раки и заболевания молочных желез. Что касается в целом эпидемиологии лимфомы Ходжкина, достаточно редкое заболевание, всего полпроцента от всех злокачественных новообразований и 11% в структуре всех злокачественных лимфом. Поэтому заболеваемость достаточно небольшая, примерно в районе 3-х человек на 100 тысяч населения. Что касается наших успехов, вообще не наших, а мировых успехов в лечении лимфомы Ходжкина. Ну, вы видите некий исторический экскурс. За последние 60 лет, это анализ 2004 года, американскими исследователями было проанализировано больше 2,5 тысяч случаев лимфомы Ходжкина, почти 3 тысячи. Ну и мы видим, как драматично изменились результаты лечения. В частности, вот общая выживаемость, которая в предыдущие годы не составляла, составляла не больше 20%, на современном этапе составляет порядка 80-90%. Для чего я показываю этот слайд? Это современная химиотерапия. Исследований сейчас много. Существует различное количество исследовательских групп, европейских, североамериканских, азиатских, российских. Они исповедуют несколько разные терапевтические подходы. Так, на сегодняшний день в странах Северной и Южной Америки стандартным лечением первичных пациентов с лимфомой Ходжкина является протокол АБВД. В Европе, ну и в некоторых научно-исследовательских центрах и клиниках Российской Федерации предпочтение у некоторых пациентов отдается лечение по протоколу биокоп или его модификациям. Ну вот это просто один из простейших примеров того, насколько эффективна современная противоопухолевая терапия лимфомы Ходжкина сейчас. Ну а вот простейшее сравнение биокоп и АБВД у прогностически неблагополучных на сегодня, ну фактически больных, в это исследование было включено пациенты со второй стадией с наличием симптомов опухолевой интоксикации, пациенты с третьей, четвертой стадии лимфомы Ходжкина. Вы видите, насколько индукционная терапия эффективна. Выживаемость свободная от прогрессирования составила в некоторых группах 85%, при этом общая выживаемость при использовании на ранних этапах современной противоопухолевой терапии по схеме биокоп, в том числе с использованием эскалированного биокопа, составила порядка 90% у этой группы населения. В целом, нам удалось в нашей клинике за последние три года повторить практически такие же результаты лечения первичных больных. Таким образом, это наши данные летние, мы не проводили апдейта. За последние три года в клинику обратилось больше 200 первичных пациентов с лимфомой Ходжкина. В соответствии с современными риск-факторами они были стратифицированы на три группы. Первая и вторая стадии без факторов риска, первая и вторая стадии при наличии факторов риска, и третья и четвертая стадии без учета факторов риска. Все они получали комбинированную рискоадаптированную терапию с промежуточными и начальными исследованиями при помощи позитронно-эмиссионной томографии. И вот при анализе этих пациентов мы видим, что нам удалось добиться в группе без прогностически неблагоприятных факторов двухлетней выживаемости практически в 100%, но и в остальных группах она сопоставима. В общем, это показывает то, что действительно современная противоопухолевая терапия, если она реализуется в соответствии с современными КТ-ами и стандартами, она действительно может быть достаточно эффективна. Но это все у нас как бы single-center experience, это наш личный опыт. На самом деле ситуация с лечением лимфомы Ходжкина в Российской Федерации, она носит, если не сказать, катастрофический, но достаточно неблагополучный характер. Так, если сравнить показатели заболеваемости и смертности в Российской Федерации, в странах Северной Америки и Европы, вы видите, что они диаметрально противоположны. Так, в нашей стране, по данным статистики, представленной институтом Эйнми Герцена, в 2014 году на 3000 случаев впервые установленных диагнозов лимфомы Ходжкина, почти 1000 летальных исходов. Поэтому в Соединенных Штатах это соотношение составляет 8 к 1, в Германии 7 к 1. То есть, видите, практически в 2,5, а то и в 3 раза результаты лечения хуже. Хотя, должно быть, как мы показали, вернее, может быть совершенно по-другому. Поэтому, несмотря на то, что лимфома Ходжкина кажется достаточно благополучным в терапевтическом плане заболеванием, первичная институтность всё равно диагностируется в общем потоке порядка 10% пациентов и около 20-25% пациентов рецидивирует. Таким образом, если говорить о нашей стране, то учитывая то, что мы имеем порядка 3000 первичных случаев заболевания лимфомы Ходжкина в год, мы имеем порядка 300 пациентов первичноэзистентных, и около 1000 пациентов рецидивируют. В чём связаны проблемы лечения пациентов с аэцидивными резистентными формами лимфомы Ходжкина? На самом деле, большей частью этой проблемы носит исключительно организационный характер, и на сегодняшний день в условиях имеющейся у нас системы оказания медицинской помощи этим пациентам, к сожалению, перспектив улучшения результатов лечения этих пациентов мы в долгосрочной перспективе сейчас не видим. С чем это связано? В первую очередь, с тем, что в нашей стране лимитирована возможность использования этих пациентов высокодозной химиотерапии с трансплантацией гемопоэтических клеток, что на сегодняшний день является стандартом лечения этих пациентов. Вот простейший пример, абсолютно статистические данные. При населении 146 миллионов человек в нашей стране имеется всего 18 трансплантационных центров. Большая часть из них расположена в городах федерального значения, в Москве и Санкт-Петербурге, но по формальным признакам только 6 из них, аккредитованных в Европейском обществе по трансплантации костного мозга, могут считаться трансплантационными, то есть действительно выполнять, в том числе и донорские трансплантации костного мозга. Ну вот сравнение Германии, а самое благополучное в плане оказания этой помощи страна Евросоюза, при населении 82 миллиона человек имеет 110 таких центров. Поэтому, видите, соотношение 1 на 8 миллионов, 1 на 700 тысяч. Современные стандарты лечения, ну вообще современные стандарты охвата и реализации населения этим видом помощи требуют наличия одного центра на 1 миллион человек населения. То же самое касается и количества выполняемых операций на количество проживающего населения. В России от 6, ну вот сейчас до 10 операций делается на 1 миллион человек. В Германии больше 70 трансплантаций всех видов. Ну вы видите, вот эта вот карта, чёрным светом наиболее активные страны, светло-зелёным наименее активные. Почему мы говорим о трансплантации костного мозга? Потому что на сегодняшний день эта процедура является стандартом оказания медицинской помощи пациентам с айцидивами о резистентном течении лимфома Ходжкина. Это было показано двумя классическими исследованиями, двумя классическими публикациями. Первая в 1993 году была выпущена в журнале Lancet. 20 больных получили высокодозный курс химиотерапии БИМ с поддержкой столовыми клетками. 20 получили мини-БИМ без поддержки. Ну вы видите, результат общей выживаемости. Группы были маленькие, поэтому в данном исследовании статистических различий получить не удалось, только тенденции. Следующее исследование было проведено и опубликовано в 2002 году, сравнивалось в высокодозной химиотерапии БИМ с протоколом Дексабим. Здесь уже получились статистически значимые различия, и фактически с этого времени трансплантация костного мозга стала стандартом оказания медицинской помощи при подобном типе лимфомы Ходжкина. На сегодняшний день, если сформулировать показания к трансплантации костного мозга в целом у пациентов лимфомы Ходжкина, опубликованными Европейской ассоциацией трансплантации костного мозга в 2015 году, мы видим, что в рецидиве аутологичная трансплантация является стандартом для лечения этих пациентов. Она является стандартом и при ранних, и при поздних рецидивах, независимо от времени их наступления, безусловно. Но вся проблема в том, что, безусловно, пациенты с ранними айцидивами имеют худшие результаты лечения в целом. Каким образом выглядит данная терапия? Просто часто идёт подмена понятий. Редуктивную терапию, собственно, называют высокодозной. Сам термин дальнейшей высокодозной терапии, он как-то нивелируется. Поэтому на сегодняшний момент, имея пациента с айцидивом или резистентным течением, схема, проводимая противоопухолевая терапия, выглядит следующим образом. На первом этапе проводится противоопухолевая терапия преимущественно платин, содержащими режимами, это хаб, айс. В некоторых клиниках используется айгеф. И полученный эффект в дальнейшем консолидируется в высокодозной химиотерапии с поддержкой гемопоэтических стволовых клеток крови или костного мозга. Какие требования мы предъявляем к режимам противоопухолевой эффективности, планируя это лечение? В первую очередь, это должна быть, собственно, высокая противоопухолевая эффективность, это должна быть низкая управляемая токсичность. И ключевой момент, о котором многие не думают, потому что навыка направления этих пациентов на эту терапию нет, это возможность проведения мобилизации и заготовки гемопоэтических стволовых клеток. Это один из ключевых этапов лечения этих пациентов. И мы должны понимать, что при отсутствии трансплантата мы, в общем, решаем пациентов на, собственно, высокодозную терапию. Как выглядит эффективность этих режимов? Она примерно сопоставима, некое преимущество имеет ТХАП, ICI-GEF. В общем, собственно, мы их в нашей клинике применяем, отдавая все-таки преимущество ТХАПу. Почему мы это сделали? Потому что на сегодняшний день ТХАП обладает сравнимой, сопоставимой с другими режимами противоопухолевой эффективностью, но он очень высокоэффективен для проведения заготовки гемопоэтических стволовых клеток. То есть, начиная этот режим, мы автоматически начинаем первый этап, собственно, мобилизацию гемопоэтических стволовых клеток. ICI-GEF, они сопоставимы. У ICI-GEF худший мобилизующий эффект. ICI-GEF несколько неудобен за счет своей длительности. В каких-то клиниках проводят Дексабим. Но на сегодняшний день мы полностью от него отказались, потому что входящий в его состав алкеран, он обладает антимобилизующим эффектом, потому что он высоко токсичен для полостоловых клеток. И проведение этой химиотерапии все-таки сопряжено с 5-процентной летальностью, связанной с лечением. Поэтому за счет этого мы от проведения этих схем химиотерапии оказались. Ну и ICI-NO-ЛОП – это некий такой собирательный образ. Это, в общем, режим с низкой токсичностью, с низкой эффективностью. Но зачастую мы видим, что и молодым больным при наступлении айцидива заболевания, к сожалению, не проводят адекватную терапию второй линии, а сразу же начинают малотоксичные, но и низкоэффективные схемы. В общем, совершенно непонятно ли где нас цель. Как надо проводить эту терапию? Ну, в первую очередь, надо настроиться на максимальное сокращение сроков межкурсовых интервалов. Это один из ключевых этапов. Это было показано в исследовании немецкой группы по лечению лимфомы Ходжкина, когда при сокращении срока химиотерапии до 14 вместо 21 дня удалось добиться значительного увеличения общей и без айцидивной заболеваемости. Надо сказать, что нам не удалось ни разу начать очередной курс на 14 день. Ну, просто вот как-то так заготовка не удавалась. Но в среднем возможность проведения второго курса на 16 и 18 день, она, в общем, высоко вероятна. Как это делаем мы в нашей клинике и как это вообще надо делать правильно, к чему надо стремиться. И в целом, если говорить об оказании помощи этим больным, то на самом деле вторая линия терапии, она должна у пациентов с лимфомой Ходжкина проводиться только в тех центрах, где выполняется высокодозная химиотерапия с трансплантацией костного мозга. В противном случае эта терапия лишена смысла. И, в общем, это всё совершенно бесцельно. Как это делаем мы в нашей клинике? Мы начинаем с индукционной терапии платинсодержащими препаратами. Между курсами мы проводим мобилизацию и заготовку гемопоэтических стволовых клеток. Сразу же по мере восстановления гемопоэза мы начинаем второй курс химиотерапии. По его окончании, после обследования пациента, мы проводим курс высокодозной химиотерапии BIM, который заканчивается инфузией стволовых клеток и терапией осложнений. Если всё вот так хронологически правильно сделать, то вы видите, что всё лечение от первого дня до выписки пациента в целом занимает от 9 до 12 недель. Это очень немного, потому что, анализируя зачастую случаи лечения пациентов из регионов, мы иногда видим, что от начала лечения до проведения высокодозной химиотерапии, лечение в регионе высокодозная терапия в трансплантационном центре проходит от 6 до 8 месяцев, что, в общем, недопустимо и в данном случае дискредитирует сам метод высокодозной химиотерапии. Ну вот, чтобы понять, что, в общем, не все больные, которым показана трансплантация, она не выполняется. Вот это тоже наши данные, да, у нас практически там уже больше 100 пациентов, которые к нам обратились с айцидивом, резистентным течением лимфомы Ходжкина в клинику, вот на тот момент только 67 из них нам удалось выполнить трансплантацию костного мозга, то есть добиться какого-то эффекта и заготовить клетки. Какому-то количеству пациентов мы отказали на этапе первичного консультирования. У 10% вы видите, за счёт обилия предшествующих курсов химиотерапии нам в целом не удалось заготовить гемопоэтические стволовые клетки. 12 пациентов непрерывно прогрессировали, на сегодняшний момент у первичной азистентах непрерывно прогрессирующих больных не существует показаний к высокодозной терапии. Трое из них были доставлены к нам уже в терминальном состоянии, один пациент по каким-то собственным мыслям отказался от проведения этой терапии. Таким образом, мы проанализировали наших больных, и, в общем, у нас двухлетняя безрецидивная выживаемость составляет практически 60%, что, в общем, тоже абсолютно соответствует европейским и американским данным, где эти цифры составляют 50-60%. Каких больных мы трансплантируем? Конечно, безусловно, лучше добиться максимального эффекта. Это полного ответа. Вы видите, да, что раньше делали трансплантации первичной азистентным пациентам, но, к сожалению, результаты их ничтожны. На сегодняшний момент у нас есть методика, более детально позволяющая оценить эффект нашей терапии – это позитронно-эмиссионная томография. Безусловно, мы стараемся максимальному количеству пациентов выполнить позитронно-эмиссионную томографию до начала противоэцидивного лечения и после него. Но вы видите, да, что, безусловно, те пациенты, которые добились ПЭТ-негативных ответов, результаты их лечения значительно лучше. Это подтверждается и зарубежными исследованиями, и исследованиями, проведенными в клинике имени Раис Максима Горбачёвой. И было проанализировано достаточно большое количество пациентов. Видите, как драматично отличаются результаты лечения пациентов ПЭТ-позитивных и ПЭТ-негативных. Поэтому, в целом, если говорить о схеме лечения или алгоритме лечения пациентов с лимфомой Ходжкиной, на сегодняшний день он выглядит таким образом. Это стартовая терапия АБВД или биокоп-подобные схемы. Мы говорим в данном случае биокоп-эскалированный, биокоп-14, потому что от стандартного биокопа все уже отказались. Он более токсичный, но его эффективность абсолютно соответствует эффективности АБВД. В случае, если мы достигаем полного пэт-негативного ответа, пациент выздоровел, значит, он выздоровел. Если мы имеем неудачи какие-то лечения, то дальше это плотина, содержащая химиотерапию. При сохраняющейся химиочувствительности это высокодозная терапия, трансплантация костного мозга. Если химиочувствительности нет, опухоль в дальнейшем прогрессирует или она резистентна ПЭТ-позитивна, то мы переходим на альтернативные схемы. Это гемзар, содержащий протоколы, бендамустин, содержащий протоколы. Дальше при отсутствии химиочувствительности это, в общем, клинические исследования. К сожалению, просто мы дальше поговорим, но широкого доступа к современным препаратам, таргетным и иммунологическим, в нашей стране на сегодняшний день для этих пациентов нет. Поэтому самая неблагополучная группа пациентов, которая у нас есть на сегодняшний день, это пациенты с наицидивами лимфомоходчкина после высокодозной химиотерапии. По большому счету, это третья линия терапии. Что мы можем им сейчас предложить? Ну, чаще всего это гемзар, бендамустин, содержащие режимы. Они мало токсичны, достаточно эффективны, но все равно их результаты не сопоставимы с использованием современных противоопухолевых препаратов. На первое место мы выделили бентоксимаб, потому что он давно уже появился. Он достаточно долго существует уже в нашей стране. Вначале он был в программах расширенного доступа, но с прошлого года он уже официально зарегистрирован для этих пациентов. А также немалуаб и пемролизумаб. Ну и как неким последним способом вылечить больного, мы все-таки все держим в голове. Это логенная трансплантация костного мозга. Ну, что касается использования этих препаратов, то невалумаб с бентоксимабом они сопоставимы по общему ответу. Единственное, что у невалумаба меньше полных, а эмиссия злотища от бентоксимаба. Что там скачет? Извините, пожалуйста. На самом деле, долго пытались создать какое-то моноклональное антитело против лимфомы Ходжкина, в основном ориентируясь на тот успех, который имело анти-CD20, моноклональное антитело. Но вот в конце концов появился бентоксимаб. Бентоксимаб – это, собственно, видотин. Он состоит из двух основных компонентов, что это бентоксимаб и монометилауэстатин. Бентоксимаб – это молекулы-переносчик, которые, собственно, связаны токсическое вещество, которое после каскада реакции попадает в клетку и вызывает апоптос этой клетки. Почему необходимо было создать молекулы-переносчик? Потому что сам моноэстатин оказался очень токсичным. Какое на сегодняшний день место бентоксимаба в лечении лимфомы Ходжкина? Ну, в первую очередь, поддерживающая терапия после трансплантации костного мозга. Это резистентный айцидив, где необходимо выполнить трансплантацию костного мозга. Это айцидив после трансплантации костного мозга. Это некий мост-бридж туалогенной трансплантации костного мозга и поддерживающая терапия после аллогенной трансплантации костного мозга. То есть мы говорим в целом о всех неудачах лечения, какие только могут быть. Эффективность поддерживающей терапии была доказана в регистрационном исследовании ТЕРА, куда включались пациенты с айцидивами лимфомы Ходжкина, в котором была выполнена достаточно сложная схема. Высокодозная терапия. Исследование абсолютно этично, потому что пациенты первичноэзистентные, дабы не дискредитировать этот протокол, они были в дальнейшем из исследований исключены. И пациенты, которые на противорецидивной терапии достигли как минимум полной эмиссии, частичной эмиссии или стабилизации заболевания, им была выполнена высокодозная терапия, в дальнейшем они попали на поддерживающую терапию. Но только здесь было две ветки. Кто-то получал баентуксимаб, кто-то получал плацебо. Опять же, те пациенты, которые спрогрессировали на плацебо, они в дальнейшем были переведены на баентуксимаб. Результаты достаточно интересные получились. Безрецидивная выживаемость, безусловно, в группе баентуксимаба оказалась выше, но общая выживаемость оказалась примерно аналогичной. На 2020 год запланированы конечные анализы результатов этого исследования, и вот мы сможем, в конце концов, понять, насколько все это окончательно эффективно. У нас в клинике мы чаще всего, если используем баентуксимаб, мы используем его в составе комбинированной терапии у пациентов крайне неблагополучных. Вот мы покажем вот такую пациентку нашу, небольшой клинический случай, чтобы показать все этапы оказания медицинской помощи этой пациентке. И 32 года у нас в клинике была выполнена трансплантация костного мозга. В 2015 году был получен полный негативный ответ, собственно, который в данное время у нее и сохраняется, вот уже получается в течение больше, чем двух лет. Как это все развивалось в дебюте? В 2014 год в Волгограде в одном из учреждений была выполнена биопсия лимфатического узла, установлен классический вариант лимфомы Ходжкина. Они показывают. Была проведена терапия по программе АБВД, было выполнено 6 курсов, эмиссия достигнута не была. То есть фактически имело место первичное эзистентное течение. Попробуем. И здесь не показывает. Что наши коллеги сделали дальше? Ну вот здесь первое, о чем мы говорили, что терапия второй линии, она должна проводиться исключительно в клиниках, которые занимаются трансплантацией костного мозга. Это сделано не было. Терапия началась по месту жильства, было проведено 2 курса. Повторно провели оценку эффекта. Опять же, по данным позиторно-эмиссионной томографии, эмиссия достигнута не была, присоединились B-симптомы. В дальнейшем она обратилась за медицинскую помощь к нам. Госпитализировано и обследование было выявлено достаточно большое медиастинальное образование, врастающее влево и легкое, синдром с давлением верхней пиловой вены и развитием гидроперикарды. Может здесь что-то закрутить? Нет, не показывает. В то время B-симптомы еще не был зарегистрирован в нашей стране, его можно было бы учить только за счет благотворительных фондов, поэтому мы начали ИГЕФ с попыткой каким-то образом стабилизировать заболевание и заготовить хотя бы гемопоэтические стволовые клетки, чтобы в дальнейшем предпринимать попытки какой-то интенсификации терапии. Мы провели ИГЕФ, заготовили 15 миллионов на килограмм массы тела CD34 плюс клеток, в 7 раз больше минимальной допустимой нормы, но по данным проведенного обследования, какой-то противоопухолиодинамики мы не получили. Здесь все видно, здесь была большая опухоль, вырастающая влево и легкая. По формальным признакам, еще несколько лет назад эта пациентка была бы признана некурабельной и была бы выписана бы домой для проведения низкодозной и малоинтенсивной противоопухолевой терапии, целью которой было лишь сдерживать заболевание и бороться за качество жизни. Ну вот у нас в арсенале оказался на тот момент уже бентуксимаб, мы провели 4 курса противоопухолевой терапии, бентуксимаб, бендамустин. На сегодняшний день это самая эффективная комбинация с содержанием этого препарата. В октябре 2015 года мы рестадировали ее при помощи ПЭТ-КТ и получили полный ПЭТ-негативный ответ. Тут не видно, но минимальная опухолевая масса, не больше 2 см, она была больше 14 см, не накапливающая контраст. В дальнейшем мы провели этой пациентке высокодозную химиотерапию, и увидите, она абсолютно жива, здорова, она регулярно наблюдается, обследуется в нашей клинике, и каких-то проблем у нее нет. То есть новые препараты все-таки действительно они совершили определенную эволюцию, и вот это один из таких примеров. Что еще сейчас у нас есть из нового? У нас есть неволумаб, ингибиторы чекпоинта, не будем останавливаться на механизме их действий. Он тоже в основном сейчас принимается у наиболее неблагополучных пациентов, которые и в том числе до этого получали бентуксимаб и прогрессировали или не отвечали на терапию бентуксимабом. Вы видите, проводилось такое исследование, Checkmate 205, где были три когорты пациентов, которые не получали бентуксимаб, которые получали бентуксимаб после аутотрансплантации, которые получали его до и после. Но мы видим, что практически у 50% пациентов нам удалось добиться редукции опухолевой массы различного объема. И общая выживаемость тоже, ну, период наблюдения небольшой, практически там чуть больше полутора лет, но мы видим, что она составляет порядка 90%. На сегодняшний день в нашей клинике проводится исследование пемролизумаба у пациентов, прогрессирующих после трансплантации костного мозга. Ну и последняя опция, которая на сегодняшний день у нас существует, которая потенциально тоже может рассматриваться как куративная, это аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Ну, эти технологии изменяются, современная сопроводительная терапия, иммуносупрессивная терапия, современные, высокоразрешающие технологии типирования доноров и пациентов, создание крупных регистров приводит к тому, что трансплантация в целом аллогенная, но и в частности полиумфами Хочкина, ее количество в Европе ежегодно увеличивается. Да, это сложная процедура, процедура высокого иска для жизни, но на сегодняшний момент общая выживаемость пациентов, в котором была выполнена трансплантация аллогенная, пусть даже в этой неблагополучной группе, она достаточно высока, и вы видите, что она составляет порядка 50% в течение 5 лет при выполнении аллогенных родственных и неродственных трансплантаций от полностью совместимых доноров. Еще одна альтернатива этим пациентам – это гаплоидентичная трансплантация, это трансплантация от частично совместимых родственников, от пап, мам и более чем наполовину совместимых братьев и сестер. Эта опция наиболее, на самом деле, применима для наших пациентов, поскольку стоимость поиска пациента, донора в международном регистре достаточно велика, и, к сожалению, благотворительные организации помогают исключительно молодым пациентам. Российские регистры хоть и существуют, но количество потенциальных доноров в нем на сегодняшний момент не столь велико, как в Европе. Но вот этим же пользуются, на самом деле, и зарубежные клиники, активно применяя гаплоидентичную трансплантацию, поскольку современные методы иммуносупрессивной терапии в посттрансплантационном периоде позволяют довести уровень осложнений иммунологических до такого же, как и при использовании полностью совместимого неродственного донора. Поэтому на сегодняшний момент, если говорить о баллогенной трансплантации костного мозга у пациентов, в которых произошел рецидив, то при наличии совместимого родственного и неродственного донора такая процедура является стандартным для лечения этих пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Вы действительно блестяще продемонстрировали, что эволюция лечения больных лимфомы Ходжкина колоссальна. Мы ушли от радикального облучения всех зон региональных лимфатических узлов к минимальному проведению лучевой терапии на очаги ПЭД-позитивные. И у нас колоссальные возможности в лечении пациентов крайне агрессивных, резистентных, рефрактерных лимфом, включая высокодозную химиотерапию с последующей трансплантацией, применение иммуноконьюгатов, иммунотерапии. Вот все-таки я хотела вас, как специалиста, который организовал трансплантационный блок с 10 палатами, блестящий по всем международным стандартам организованным, все-таки как вы видите маршрутизацию пациентов в Северо-Западном федеральном округе? Потому что в данном зале собрались ведущие специалисты, онкологи, которые так или иначе участвуют в лечении группы больных. Ну, если говорить о маршрутизации, то в целом, да, если у нас какие-то, вот есть несколько проблем, да, вообще в целом в лечении лимфомы Ходжкина, не только в нашем регионе, но вообще в Российской Федерации, в первую очередь, это небоежное отношение к диагнозу. О чем я говорю? Говорю о том, что всем пациентам надо все-таки делать эксцезионные биопсии. Мы часто видим пункционные, тонкоигольные биопсии. Пациенты получают какую-то терапию, а в дальнейшем, когда обращаются в наш центр при пересмотре гистологических препаратов, ну, или диагноз меняется, или он вообще не подтверждается. Вторая проблема – это абортивные диагностические исследования, да, это инген, УЗИ, конте грудной клетки без компьютерной томографии в рюшной полости. То есть нет адекватного стадирования, соответственно, нет возможности создать адекватную прогностическую модель и выбрать современную терапию. Третий момент – это, безусловно, он и дискутабельный, потому что вот о БВД никто не сказал, что это плохо, да, вот в Северной Америке применяют и достаточно благополучно и смеются над немцами и европейцами, которые применяют эскалированные биокупы, более токсичные. Но в конце концов, в случае констатации или подозрения на какой-то рецидив, безусловно, надо в первую очередь верифицировать этот рецидив морфологически, потому что все сейчас очень много доверяют ПЭД, и иногда мы видим, что, в общем, лечение больных, между собой мы шутим, составляет какой-то процесс непрерывного выключения каких-то огоньков, засветилось на ПЭД, полечили, потухло, снова засветилось, а что засветилось, в общем, никто не знает, иногда это могут быть в том числе какие-то инфекционные осложнения. Поэтому, безусловно, любой эйцидив должен быть однозначно верифицирован гистологически, никаких сослагательных наклонений, если бы здесь быть не может. Ну и в-третьих, ключевая ошибка все-таки это проведение второй линии. Конечно, пациент с эйцидивами лимфомы Ходжкина должны сразу же как только им был верифицирован собственно эйцидив направляться в федеральные центры для терапии. Но здесь есть третья проблема, что не все центры используют, исповедуют такие алгоритмы лечения, как у нас, то есть мы с удовольствием берем пациентов на вторую линию. Многие или за неимением места, или за загруженностью, они все-таки отправляют пациентов для получения этой терапии домой и с рекомендациями обратиться только по мере получения эмиссии. Но вот это, наверное, ключевая ошибка, потому что, конечно, вся эта терапия второй линии, она должна проводиться только в том центре, в котором пациент будет трансплантироваться. И уж если она неудачна, и пациент, к сожалению, оказался первично резистентным, и никаких химиотерапевтических рычагов воздействия нет, только тогда пациент должен возвращаться домой для проведения уже симптоматической терапии или терапии новыми препаратами, потому что, к сожалению, так у нас система здравоохранения устроена, что они все покупаются за счет средств региональных бюджетов, и федеральные квоты не покрывают их стоимости. Поэтому в плане маршрутизации мы, безусловно, призываем все регионы, с которыми мы сотрудничаем, как только констатирован первый АЦД в заболевании, или неудача лечения, первичное, эзистентное, когда все еще можно поменять, связываться с нами и максимально быстро направлять этих пациентов в наш центр. Поэтому у нас, несмотря на нашу загруженность, мы с удовольствием рубяем, и вот все эти этапы медицинской помощи им реализуем. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Будут еще вопросы в зале? Я вот еще хотела сакцентировать ваше внимание о необходимости и целесообразности повторных, точнее, не повторных, я даже не знаю, как это правильно сказать, теребия, биопсии у пациентов по поводу рецидивов или резистентной формы лимфа. Ну, да, сейчас есть вот такое ощущение, что позитронно-эмиссионная томография диагностически решает все наши вопросы. Но вот наш опыт показывает, что да, действительно, в большинстве случаев совпадают данные ПЭТ-исследования с результатами мафологической биопсии. Но бывает, что мы находим разные артефакты, когда вот тут у нас был пациент ПЭТ-позитивный, и по формальным признакам ему уже была показана противоопухолевая биопсия, противоопухолевая терапия, когда сделали биопсию, оказалось, что просто в другом центре при первичной биопсии забыли салфетку. Поэтому любой воспалительный очаг, он также становится ПЭТ-позитивным. Поэтому надо очень внимательно к этому относиться. И вот часто ошибки являются просто обыкновенной, банальной, небрежной отношением к диагнозу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok